Ещё одно правило. В первые несколько недель женщинам нужно разговаривать мало. Например, вот я цитирую из книги, в первые несколько недель он должен узнать о тебе лишь несколько фактов, где ты учишься или работаешь, и что ты любишь делать на досуге. Поменьше вываливать информацию о себе. Ну, вот скажем, есть ли в этом логика? Логика некоторая есть, потому что во взаимоотношениях мужчины и женщины часто получается так, что мужчина знает о женщине всё, где она живёт, где она работает, во сколько на работу пошла, во сколько с работы пришла, кто у неё на работе. Вот всё-всё-всё-всё-всё-всё. Например, мужчина пишет девушке, ты где? И девушка подробный отчёт даст, где, прям, координаты, с кем, почему она там, вот, распишет всё. Может, просто смс прочесть, даже ничего не ответить. Он спросил, ты где? Получил вот такое полотнище, посмотрел. И девушки всегда расстраиваются, что он никак не отреагировал. Ну, кто-то чуть получше воспитанный напишет, ок. Ну, от этого ок тоже мало радости. Я всегда говорю, слушай, а ты чего хотел? Ну, мужчина, предположим, просто задал вопрос, ты где, да? Вполне вероятно, что у него было какое-то намерение. Может быть, встретиться, может, ещё что-то. Ну, так ты по поводу этого намерения и задай вопрос, тебе почему сейчас неуютно и некомфортно? Ты не понимаешь, в связи с чем? Ну, хорошо, если ты понимаешь, что у него намерения нет, он занят. Может быть, он уехал куда-то. Ну, тогда спроси, соскучился? Посмотри, подумай, да? Продли этот диалог и не спеши вываливать вселенскую информацию. Или второй момент. Если, предположим, скажешь, что это за дела? На вопрос отвечаешь вопросом. Хорошо, говори информацию частями, чтобы у мужчины была возможность зацепиться за твои слова и продолжить диалог. Но они устроены иначе. Ну, задал тебе вопрос. Ты отчиталась вот таким полотнищем. Кстати, о чём это полотнище говорит? Вася, я твоя навеки. Всё, ты ему показала. Он выдохнул. Ты знаешь, кто там? Мороз обходит с дозором владения своим. Вот он с дозором владения обошёл. У него штук 10 баб. Он всем написал, ты где. Все прислали вот такие трактаты. Времени он на это потратил 3 секунды. А вот всё нормально. Всех проконтролировал. А если бы попалась одна такая бойка, которая бы не дала ему возможности переписываться с десятком. Ну, и вовлекли, называется, в свои сети. Да, да. Это очень интересно. Согласна, Аня. Я с этим согласна. Но, я на что обращаю внимание, не надо играть. Ну, вот если ты знаешь, что ты человек открытый, готов делиться, рассказывать. Рассказывай, делись. Но играйте в пинг-понг. Ты рассказала про свою работу? Спроси его. А то это потому, что когда нам такие советы, иногда некоторые девушки сели и сидят, молчат такие шпионы, понимаете, через границу они собрались тут. Всё. Спросил, ответила. Пусть он тебе симметрично расскажет. Но женщины иногда даже забывают. Они так впадают в раж. Им так нравится стриптиз устраивать. Это наше женское, да? Это как, если в кафе есть столб, нет ни одной барышни, которая выпила шампанского, которая не покрутилась вокруг этого столба. Вот. И то же самое, если мужчина задал вопрос, ну всё. Давай мы сейчас тут оголимся. Ну опять как ненормально. Ну тут же. Типа, ты ему задавай вопросы. Девочки. Ну, должна быть какая-то затравка. Знаете, иногда говорят, спросите у мужчин, о чём они мечтали в детстве. Прямо тут лыжи накрахвалил и давай тебе рассказывай. Ты, значит, веди его в это состояние, да? Состояние детских воспоминаний. Как мы всегда хотим что-то начать рассказывать. Когда кто-то рядом с нами что-то рассказывает, он нас возбудил какие-то чувства. Или поддержки, или противоречия, да? Так и здесь. Ты хочешь продеться? Скажи. Какие у тебя были кусты сирени? Как ты там пятилистники искала? Почему ты их трескала? Что ты загадывала, да? Когда ты эти пятилистники съедала? Или чем ты промышляла? Кто-то пятилистниками сиреневыми, кто-то билетиками в трамвае. Почему ты там их как белочки поедали, да? А вот, расскажи о себе, в виде в определенное состояние, остановись. А то, знаете, мы вводим в определенное состояние себя. Поток понесся на мужика. Ну, мужику, в принципе, классно. А вот, и это тоже некоторое наше очарование. Девочки, мы же и мужчину должны узнать, понимаете? Так что согласна, Анечка, согласна. Эти шпионские мотивы должны быть только адекватными они, девчонки, должны быть. Адекватными. Ты шпионом была в жизни своей? Шпионом? Вы имеете в виду, задавала ли я вопросы, да? Да. Чтобы не только про себя рассказывать. А, конечно, конечно, конечно. Не забывала? Конечно. Но у меня очень много было таких свиданий. И после первого свидания уже прям сразу же мне предлагали вообще руку и сердце. По-видимому, хорошо задавала вопросы. Хорошо. Хорошо. И себя преподнесла хорошо? И на шпионе или хорошо? На шпионе, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.